Здравствуйте, коллеги! И вновь Prodexpo 2021. И у нас новый спикер. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, какую компанию вы представляете. Меня зовут Денис Черемных. Я коммерческий директор компании Polycon. Это инжинирная компания полного цикла по производству оборудования для мороженого. Вы работаете с какими-то известными производителями мороженого? Может, назовете их? Да, мы работаем практически со всеми фабриками мороженого в России. Это самые крупнейшие фабрики. Это Unilever, Русский Холод, Айсбери. Ну и очень много производителей других, более мелких и средних. Правильно ли я понимаю, что ваша компания помогает делать именно станки, как я не знаю, как это назвать, да, именно промышленное оборудование, позволяющее делать разные виды мороженого, разные наполнители и так далее, и усложнять этот процесс по потребностям производителя? Да, совершенно верно. То есть у нас полный цикл. Заказчики к нам приходят с какой-то идеей, с идеей производить новый продукт, с новыми наполнительными, с новыми видами, с новой необычной формой. Соответственно, мы помогаем им разработать, ну точнее разрабатываем оборудование, изготавливаем его, и потом уже устанавливаем у заказчика, который все это внедряет, и на выходе получается готовое мороженое с новыми вкусами, с новыми добавками. Вы помогаете создателям мороженого завивать все больше и больше рынка, помогая им как-то удивлять покупателей и делая все более и более разными виды мороженого, формы, цвета и так далее, да? Да, совершенно верно. Тем более предпочтения у потребителей меняются, они хотят видеть что-то новое. А вот последняя тенденция – это производство мороженого разных цветов, совмещение, например, трех видов цветов и вкусов в одном мороженом, и, соответственно, добавление различных наполнителей. Это джем, сгущенка, чтобы это было все вкусно, сладко, красиво. Сама тенденция этого года была на уменьшение производства и так далее. А вы как компания, которая производит оборудование для того, чтобы производство возрастало, как вы на себе почувствовали пандемию и насколько упал спрос, может быть? Ну, спрос не упал, он, наоборот, вырос. То есть у нас вот сейчас объем заказов примерно полтора года вперед, при том, что мы поставляем не только в Россию, а в другие страны, и в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию. То есть это страны с жарким климатом, в которых всегда мороженое пользуется большим спросом, и там практически не бывает холодного лета, поэтому… Да, теперь мы поняли, что во время пандемии люди сидели летом у себя дома, и производители мороженого тоже не чувствовали себя ущемленными, и производители специальных оборудований для того, чтобы это мороженое производить, тоже чувствовали себя хорошо, что прекрасно. Я желаю вам удачи, надеюсь, что все будет процветать и дальше. Можете вы хотите рассказать о новом каталоге, который у вас в руках? Да, пару слов я скажу о нашем новом каталоге. Здесь мы представили новые наши новинки. Соответственно, тем клиентам, которые придут на наш стенд, на данной выставке, мы выручим этот новый каталог и объясним про новинки, про технические решения, которые они тоже могут у себя использовать. Можете назвать ваш павильон, чтобы вас было проще найти? Да, это павильон мороженого, замороженных продуктов. Будем рады всех видеть. Спасибо. Спасибо вам огромное. До встречи в следующем году. Спасибо.